так ну что всем привет сейчас мы начнем проходить с вами очередной хак несовской игрушки я что последнее время по хакам стал врываться ну да ладно в общем сегодня у нас на очереди будет митсу мигатуру она же free is boy ну что понеслась да бенди у да а и и и и и и Так, ну, набивать эти монетки я не буду, ну их нафиг. Ах ты собака, сволочь. В принципе, эту игрушку затащить вообще можно в лёгкую. Так, есть. Сейчас посмотрим, лагает там стрим, не лагает. Ничего там не лагает, Дима, чё ты свистишь, блин? Вечно у тебя там всё лагает, блин. Хм, хм, хм. Хм, хм. Так. Ну и закупимся. Хм, хм, хм. Хм, хм. Хм, хм. Хм. Хм, хм. 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 Хм, хм. Хм. Хм, хм, хм. Хм, хм. Хм, хм. Деньжа надо по насобирать. Ай-яй-яй, успел. Ай-яй-яй, успел. Ай-яй-яй, успел. Ай-яй-яй. Аптечку и жим. Можно варить дальше. Сейчас мы этого гобрина положим здесь. Давай, иди сюда. Ай-яй-яй. Ладно. Да когда ж ты давай, блин. Во. Все. Пару выстрелов на тебя и ты покойник. Есть. Так. Вот мы с вами на уровне 2. Сейчас мы его затащим в легкую. Вот я обратил внимание в этом хаке. Парень, который его делал, очень хорошо постарался над тем, чтобы увеличить силу прыжка и частоту стрельбы. сходят. Ну еще плюс монетки, это вообще самое главное. В принципе на одном уровне можно неплохую сумму набрать. А потом вроде интересно просто посмотреть, что в конце будет. Да, он с третьего глаза стреляет. Был же вроде какой-то японский мультик анимешный. Митсуми Гатору назывался. Я его так к своему стыду не посмотрел конечно, но надо было его здесь посмотреть. И вот игрушка создавалась по истории данного мультсериала. И там рассказывается вроде откуда у него там этот третий глаз взялся с которого он стреляет. А версия хак. А в оригинал играть это было бы намного медленнее, честно сказать. Да и интересно на хак даже посмотреть. Считайте то же самое программирование под NES довольно серьезное. Люди тратят на это много времени. Так, ну еще жизнью возьмем. Надо будет в конце игры посмотреть сколько всего денег наберется что-то. Ай-яй-яй. Вот и все. Так, теперь бегом вперед. Надо сейчас еще раз в магазинчик зайти в секреточку. Так, наверху она. Так, вот она секреточка наша. Вот так раз и еще одну жизнью. Все, ну а теперь сейчас попробуем по сокращенному пути отсюда вылезти. Ай-яй-яй-яй. Не достал. Вот так. Сократили себе путь, чтобы это все быстрее было. Так, ну собственно босс. Так. Сейчас мы его так и развалим. Вот и все. Так. Есть. Второй уровень пройден. Это у нас завалили какое-то плотоядное растение. Ну если верить конечно американской версии. Так. Третий уровень. В этом уровне против этих крабов эффективное последнее оружие огонь. Сейчас мы этих выгоним отсюда. Вот так. Есть контакт. Так. Здесь еще одна секреточка у нас. Сейчас деньжат чуть подсобираем. Так. Ну и в магазин. Это святое. Так. Так. Вот тут в третьем уровне есть одно плодное место конечно. Сейчас попробуем. Так. Так. На мегамена. Да нет. Может быть конечно. Но. Не знаю. По моему мнению мегамэн сосен. Я вообще не любитель конечно мегамена. Всякой этой требухи под капком. Так. Сейчас после вот этих всех странствий у нас будет лифт. что я не очень люблю. Ай-яй-яй. Не успел кнопочку нажать. Та блин. Чё ж такое-то. Удолбанная клавиатура. Так. Ну теперь аккуратно проходим это место. Вот такое плодное место будет в третьем уровне и в последнем. Вот без хака кстати. Вот эту пропасть я без стрелы не преодолел бы. Это сто процентов. Это была бы смерть. Опа. Опа. Такс теперь здесь аккуратненько проходим. Ну так. Такс. Ну и здесь то же самое. Опа. Опа. Побежали дальше. Ну и собственно босс, который для нас тоже не помеха. Вот и всё. Робот был повержен. А может это и не робот. Ну в общем, это чудо было повержен. Стейдж 3 Клим. Есть? Да. Так. Сейчас мы на лутке поплывём. Здесь уже, конечно, уровень сайдскроллер. Если мы не успеем отойти от определённой части экрана, мы просто на посту умрём. Здесь ещё босс такой лёгкий будет, привидение на корабле. Так, ну собственно вот мы добрались до корабля. Сейчас тут трупы на нас будут падать ещё с потолка. Так, а я не помню, здесь где-то тоже секретка была с курицей. А, вот она наверху, вот здесь. Нет, это... Это походу, наверное, катер какой-то был. Зелёный. А может быть и ванна. Бог его знает. Что там у китайцев или у японцев. Вернее, у японцев на уме там что было, бог его. И вообще люди чудаковатые. Может, детскую ванночку нарисовали. В виде спрайда. Так, а вот здесь. Ай! Ну хорошо, хоть тут две полоски жизни сделали. Всё же хочется быстрее пройти. Так, в принципе, можно и оригиналку потом затащить. В оригинал поиграть. Ну, отличий, конечно, будет очень много. Не знаю. После этого хака я когда сел играть в оригинал, мне чё-то жутко не хватало скорострельности, которая есть в хаке. Уже как-то привыкаешь к этому. Так, всё, собственно, вот мы дошли до нашего привидения. Вот и всё. Так, деньги собрали. Что, четвёртый уровень пройден. Пуха, конечно, что игрушка коротенькая такая. Но игра прикольная. Ну и всё, собственно. Последний уровень. Сейчас мы войдём в завод. И завод у нас будет последним пристанищем. Собственно, по этому заводу шляться мы будем в поисках своей сестры. Как говорят нам оригинальные вступительные ролики, что их захватил тоже там какой-то протагонист. И мы должны из его лап вырвать свою сестру с помощью нашего третьего глаза, который умеет стрелять. И, собственно, что мы и делаем. Вот мы уже добрались до логова этого злодея. Ну и попробуем вырвать сестру из его лап. Если сейчас в потолок не врежемся с шипами. Будем надеяться, что не врежемся. А вот тут, кстати, очень подлое место. Тут, если вот сейчас я буду стоять в правой стороне и не отойду, я сдохну от шипов. Ну вот непонятно, каким образом. Хотя я на них даже не попадаю. Ну вот разрабы, конечно, это сделали очень подло на самом деле. Да, вот если бы я пошел вниз, я бы себе продлил дорогу. Так. Ну сейчас они еще быстрее полетят. Главное, чтобы они снизу поднялись. Вот. Все. Ну и теперь ждем, когда они поднимутся. Так. Ну вот, собственно, сейчас мы будем начинать битву с первым роботом. Всего их здесь будет три. И вот здесь так, первый робот повержен. И переходим ко второму блоку. КОНЕЦ хотя нет стрелой пользоваться не буду дождемся лифт когда спустится не будем панковаться тем более на клавиатуре финтить это вообще не дело лучше на джипаде ну за неимение бонова придется долбить клавиатуру их все-таки упал ну да ладно так прошли так вот он робота хотя про него мог забыть окно здесь мы сократим себе дорогу не будем ползти наверх а то еще дольше идти придется ну собственно наш второй робот вот и все ну и все последний блок да нормальный босс который уничтожился очень быстро так ну вот здесь как видите повторяется махинация с потолком и лифтами из четвертого уровня ох ёб твою мать как я так лоханулся зазевался первый фейл за всю игру это плохо так наверх мы не поедем сократим себе дорогу так сейчас здесь нам придется прыгнуть и и если мы не успеем нас ждет смерть так ну все последний робот и мы приближаемся к последнему боссу ну все сейчас нам придется сразиться с этим мамонтом так есть не успел он сделать подлость которую хотел так ну собственно сейчас мы встретимся с тем самым врагом номер один у которого надо забрать нам нашу сестру так ну получает это чуя временное бессмертие ну да ладно дружбан ах ты собака вот и все сдохнет скотина сейчас нам опустится наша сестра долгожданная концовка игры да сгорел на работе ну сейчас нам тут заклеют наш глаз 3 и на этом наша игра окончится дальше они сестрой пойдут и будут титры вот такая вот игра фри из бой она же митсу мигатуру состоящая с 5 уровней да да хорошая игрушка у меня в детстве она на картридже была у нас игротека когда была живая я помню поменял на эту игруху ниндзю гайден 2 пришлось отдать своего ниндзю галину для того чтобы поиграться в трехглазовом ну когда мелкий был последний урай никак не мог пройти вот этого товарища с дудкой во рту но потом по прошествии времени уже так сказать скилл набился уже большинство игр было пройдено в том числе и трехглазых да дудик мощно так ну что ребят сейчас у нас по плану будет маленький чиптюн релакс ну а потом мы с вами еще что-нибудь застримим есть предложение застримить что-нибудь с playstation 2 либо сеги на сеги можно пройти заезженную уже миллион пятьсот раз пройденную стритцов рейдж в принципе если есть желание могу пройти стритцов рейдж 2 на сеги живьем с консоли вы если что отпишитесь в чате вот 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 это так ну тогда сейчас после маленького чиптюн релакса мы продолжим стрим с консоли Sega игра будет у нас 30 фрейдж 2 будем ее тащить в миллион пятьсот раз ну собственно вот мы посмотрели с вами митсуми гатору боссов за хак думаю вам было интересно а сейчас у нас по программе чиптюн релакса декорат 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 Продолжение следует... 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 в компании Sega, на которые они явно старались, и это видно, что качественно прорисованные спрайты в заднике нареканий не имеют. Так вот, на Super Nintendo был аналог Final Fight, среди которых третья часть может похвастаться только хорошим геймплеем и сказать действительно, что это, в кавычках, какой-то, возможно, серьёзный битэмап. А на серии в Street of Rage вся серия действительно показала, что такое битэмап на конце, ну, прошлого века, я не думаю, сейчас. Сейчас, может быть, представления будут совсем другие, с выходом на Xbox игрушки Double Dragon Neon. Я, не имея Xbox, не могу сказать, конечно, геймплей какой-то, но, посмотрев ролики на YouTube, я сделал вывод, что там что-то серьёзное должно быть. Но лучше, конечно, поиграть самому. Ну, что ж ты не хочешь подойти-то ко мне, зараза-то такая. Качка зовут Бурбон, да. Дядька такой серьёзный, прям, каратист. Ну, что ж такое-то, ёлки-маталки. Чё-то я сегодня не вдухе на Street of Rage. На. Да, конечно, вот, обилие графики в этой игре, ну, графики, это, конечно, громко сказано, заставляет эту игру подтормаживать. Да, завалил Бурбон, завалил. Этот чувак уже знает своё место. Хотя, мы с ним встретимся ещё на последующих уровнях, он будет не в виде босса, а в виде обычного врага нашего. Но он уже не будет нам представлять совершенно никакой опасности, так же, как он нам не представлял её в первом уровне. Так, не сильно вам там орёт звук с Сеги? Может, чуть потише вот так сделать? Ай-яй-яй, на. Сам же на свой моток и нарвался. Хе-хе-хе. Прошу. 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 Так. Собственно, сейчас мы скоро уже приблизимся к середине уровня. И вот самое главное, что отличает серию, это Streets of Rage, то, что игры, ну, довольно-таки протяженные. Все уровни растянуты, и приходится играть очень долго в эту игру. Особенно в третью часть, если поиграть, то на нее нужно потратить очень много усилий, чтобы пройти на хард-режиме. Потому что эта игрушка непростая становится. Этот beat'em up уже превращается в ад. Да, и нервов-то много надо на нее. Потому что враги набегают со всех сторон. Ай-яй-яй, ну, это было подло, конечно, со спины. Ну, вот во второй части Streets of Rage, вот почему она мне нравится, почему я ее сейчас даже так предложил постримить, это, я считаю, за определенную какую-то атмосферность. Ну, что-то в ней есть такое, что цепляет. Вот не знаю, почему. Так же, как и первая часть. Ну, скорее всего, наверное, музыкальное сопровождение. Тут несколько смотришь на технику боя, задуманную программистами изначально, для главных героев. Поскольку я еще параллельно прислушиваюсь к тому, какое музыкальное оформление звучит на заднем плане. Ведь это тоже немаловажный фактор, который заставляет человека неоднократно возвращаться к всему игровому детищу. Ну, в данном случае мы можем слышать и видеть творение компании Sega и одновременно побиться с боссом второго уровня. которого зовут Джет. Плохо, что не дли. А то был бы Джетли еще. Вот и все. Джета уже нету. Переходим на третий уровень. Парковая зона. Вот единственное обидно, конечно, что разрабы не воспользовались всеми возможностями звукового движка Sega. Так можно было бы вообще саундтреки создать очень хорошие. Но они так, в принципе, неплохо звучат. Хотя по тем временам, вот если брать, да, Sega была единственной приставкой, в которой стоял чип от синтезатора Yamaha PSR. Ну да, музыка клевая, но представьте, если воспользоваться всеми возможностями чипа Yamaha, ну это было бы довольно серьезное детище. Очень серьезное. Но тоже есть маленькая такая заминочка. Каналов недостаточно было бы звуковых для вывода качественной музыки. Поэтому Sega решила пойти по пути меньшего сопротивления. И для того, чтобы показать свои лучшие детища, она запилила нам на рынок Sega Mega CD, где мы смогли услышать довольно неплохие саундтреки к знаменитым играм от тонной компании вышесказанной, где уже композиторы очень хорошо постарались. Особенно очень хорошо кто металла и по поработал над червяком джимом вторым для Mega CD версии. Ну, к сожалению, Streets of Rage мы на Mega CD не увидели. Хотя было бы интересно послушать оригинальную интерпретацию японцев в композициях на данную игру. А не какую-нибудь глупую гитарную долбёжку. Так, ну, собственно, мы сейчас скоро пробежим наш чудо-корабль. Так, вот, наша первая встреча с ниндзя, у которого в руках был кунай, и который мы забрали благополучно. и у нас его уже и отобрали каким-то образом. Он нам уже не пригодится, к сожалению. Это Халк. Ну, наверное, наверное, в маскировке. Наверное, точно Халк замаскировался. Так, нам сейчас этого панка завалить надо. нах, с головы. Хотя, блин, в реальности, если бы он ему так бахнул бы, парень этот вряд ли бы встал. Это однозначно. Так, здесь сейчас наша первая встреча с пришельцем. Так, вот она, наша долгожданная катана, в которой можно наисполнять хороших вещей. Которая ускорит наш... ай-я-я! Сволочь такая. Она нам ускорит путь прохождения к боссу. На, разрубил. Вот тут единственное в этой части мне что не нравится, это когда берешь врага для того, чтобы нанести ему удар в фарте. Выпадает из рук оружие. Это не есть хорошо. шоу. Так, все. Голова пришельца повержена. так, а вот эту катану вдруг я, наверное, заберу. Она тебе не нужна. Эээ! Ты чё, уважаемый? Ты, наверное, чё-то напутаешь. Так, ребята, не бесите меня. родной, ты чё? Да что такое? А чё ж ты мне не попадаешься это никак, сволочь ты такая. Так. На. ладно, не будем понтоваться. Да что ж такое так сказать. Иди сюда, блин, олень. Мне опять Егор сдал поддержку в один день. Это я сейчас накажу. Блин, плохо, чтобы катана у меня выбили. Так было бы это намного быстрее. Я бы жизнь не потерял. Ну, да ладно. Сегодня всё равно что-то не круто. так затащил. Сейчас наберём. Так, сейчас у нас спортивное поле под названием Sega стадион. Да, они в принципе оригинально ничего придумать не могли. не Сейчас мы этих ребят разметили На всю банду Я вот смотрю Имена у врагов Это вообще печаль какая-то Какой же громаде я переводил Здесь попадается Такой абсурд Это вообще Так Есть Товарищ готов Такая абсурд подругу эту завалим собственно здесь в этом уровне нас ждет встреча с бойцом подпольного бойцовского клуба там будет рейслер которого нам нужно одолеть мы это как говорится без труда сделаем не ну конечно как без труда оплатить немножко придется ну вот что примечательно кстати еще в этой части вот вот этот толстячок который сейчас пытается изобразить нам полет бабочки в этой части бросается без проблем а вот в первой и третьей части если мы попытаемся кинуть такого пластика мы испытаем горе он завалится прямо на нас так ну все этому толстому мы нашпуняли по щам и как у них тут все замаскировано до перегаром дыхнул и тогда теперь тяга наверно паленая попалась ну типа блин имя теперь но это как вообще чего не курили вон типа имя высунь хорошо хоть не всунь какой ты глозный слушай китаец наверно ну да наверно лисунь кунь какой нибудь блин так ну вот собственно мы и добрались до этого подпольного бойцовского клуба где нас встречает вот такой вот товарищ с именем мама зузу это вообще ужас какой то да вот он умеет делать атакую подлость еще и вот такую подлость он тоже умеет мужик короче доказывает всячески что у него есть яйца и что он типа короче может нас наказать но это не так да что же такое почему не работает блин чо за хренатень ладно будем так вместить его пускай сейчас еще одну жизнь просрать ну лучше комбами его боли ну еще еще одну жизнь мы и хер с ней на по старинке как в детстве проходил так и буду проходить так ну вот он 5 уровень корабль корабль ничем не отличающийся от первой части в принципе также на 5 уровень и остался на корабле у нас можно сказать что два знакомые все лица только немножко интерьер поменялся да враги немного другие стали ну вот так знакомочка классическая корабль куча врагов ну и конечно босс нас немножко другой ждет в конце этого уровня здесь мы встретимся с боксером во первой части мы встречались с двумя противными тетками с которыми биться довольно таки хреновато да что ж такое то елки павли что то я сегодня уважаю вообще жутко давно я уже что то всегда не играл но надо почаще садиться за шестикнопочный джойстик картриджи еще докупить и сесть поиграться вот что нибудь как я не помню здесь есть где нибудь жизни или нет что это тайского боксера ушатаем иди сюда ну вот наша еще одна встреча С бурбоном, блин Но только это уже Уэйн Блин, что ж такое Чё-то, блин Вот когда сидишь, так играешь Он ни хера не закрывается От серии А сейчас чё-то он какой-то умный Блин, IQ что ли поднялась у него Ладно Да чё такое, блин Так, ну всё Мы выходим к финишной прямой Да блин, скотина, ушатал Блин, так и знал Надо было не подходить Ну давай Эх, потерял катану Ох, херово знает, чё он там говорит Вахер, падла, блин Так и знал Эх, верните мне катану Она мне нужна Где моя катана? Чё я слышишь, шея Боковой пробил И думает, умный Сюда иди, блин Маме Маме Да Да Так, ну сейчас у нас будет предпоследний уровень Само что ни на есть предпоследний Заскопили, он поймался Ты моя свинья подлая Иди сюда Да Да ты охренел нафиг Ещё, блин С серетянами Укидаться Так, ну сейчас мы тут с двумя С тайскими боксерами С тайскими боксерами Сразимся Крутой тип лауча пробил Это типо вообще хунь Это вообще жесть Хунь Как так Родной Ты чё-то путаешь Мне кажется Это вообще мухры Ой, блин Ой, блин Вся лахана Хуню Нету его уже Блин Какой ты прёшься Олень Ржать он ещё не будет здесь Олень Хунь хахаха ээ бля ты чо вещей на лава у меня бэмбозел Ай-яй-яй, блин, чуть-чуть не дотянул. Да что ж такое, а? Э, блин, чё-то пороша вообще какая-то творится, блин. Да чё за хрень? Висеться, это вообще чё-то нереально. Бля, в этой игрушке никогда таких подлостей не было. Субтитры добавил DimaTorzok Хотя не, я соврал. Это был не предпоследний уровень. Ну вот этот предпоследний. Нам надо жизненно собирать. Вот только где. Думала, такая луна. Да чё за херотень. Блин, сучка, сюда иди. Блин. Ниндзя-бух. Блин. Блин. Только наши могли такую фигню придумать. Ниндзя-бух. Ниндзя-бух. Так, а здесь мы встретимся с роботом. Босс у нас будет робот. Который может даже и не дожить до того, как я его убью, он может самоликвидироваться. Да чё за хрень. Босс у меня. Ай-яй-я, блядь, ну нахуй эти понты были нужны Ну давайте уже быстрее к боссу Так, все, этот чувак готов И мы приблизились к нашему долгожданному боссу Которого зовут электрон одного, как телевизор, блин А другой протон, оригинальный Электронный протон Это только наши могли придумать Долго не думали Нью-гейм решает Да, хоть не фунай, действительно Или не Сони Был бы один Сони, другой LG Да что ж ты будешь делать, а? Да блин Я даже не успел его бросить Ну, короче, сам ликвидировался Так, ну последний уровень Final Stage Сейчас у нас здесь будут повторяться все боссы Ну вот робот вообще плутоний Вот боксер гризли Кто у нас был на корабле мигведь младший? А я вообще уже гризли какой-то Грызлик Да блин Слышь, ты охреневший Прямыми гасим дверь Какого? Да босса Ах ты, скотина такая! Да блин! Да что за... Вообще замечательно, блядь. У них реально, блядь, чуваке выросло, что ли. Да тоже, блядь, чмо. Гвоздь, блядь. 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 С ним вот как он перехватил? Это что за бред вообще, блядь? Я уже знал. Вообще ништяки, блядь. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Ну на тебе, блядь, собака. Так, ну всё, сейчас мы начнём разборку с Шивой. Тот, который стоит по левую сторону от мистера Икс. Это тот самый, который был в первой части у нас. Крёстный папа города, так сказать. А вот его подручный Шива, которого в первой части ещё и не было. Да, ещё бьёмся с бандитами. Ну, блядь, да почему ж не делаешь ты? На, Шива готов. Ну, Мистер Икс сейчас высосет. Он вообще не представляет нам никакой сложности. Сейчас мы его зажмём и всё на этом. Так, нам бы, блин, засраться для комбо. Хотя, в принципе, можно и так его повалять. Ну, с комбо было бы быстрее. О, спасибо. Сейчас попробуем облегчить ему его участь. Ага, да. Адаму похитил. Было такое дело. Вот и всё. Игра с Тридцов Рэйдж 2 для Sega Mega Drive пройдена. Игра была пройдена без единого конта. То есть, Continua не бралось. Прохождение было на режиме Изи. То бишь, лёгкое. Всё. Наслаждайтесь интро-роликой. Тридцов Рэйдж2. ентов. Продолжение следует... 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 ну и получил свое бессмертие вот собственно на сегодня я прекращаю свой стрим всем пока кто был с нами хотя может быть я через время чко еще вернусь может что-нибудь застримим с вами на sony playstation 2 я наверно продолжу свое прохождение got of war первой части может быть еще что-нибудь застримлю с консоли sega попробую еще что-нибудь пронести так как сами видите игр очень много 25 ну плюс 6 игровка плюс еще 20 игровка у меня есть еще 3 игровочка ну mortal kombat не в счет конечно как это файтинг смотреть его долго не интересно мы с вами лучше посмотрим на какие приключения но во всяком случае проходить есть что в принципе списочек игр вы сейчас видите можете посмотреть а там дальше мы можем с вами продолжить какой-либо стрим по одной из игр все будет проходить в лайв стриме с консоли мега драйв 2 так что давайте не переключайтесь скоро вернемся можно стрим кто-нибудь другой зайдет сейчас у нас с вами будет маленький чиптюн релакс сейчас мы с вами послушаем радио геймплей и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...